Ликвид Тейджа 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 Это все очень здорово, но это абсолютно ничего не дает. И пока Транс Сьюзом спасает одну из своих королев Рог. Четыре королевы есть, сейчас будут еще, но как бы... Вы поймите, что все это время не тянется крип, не ставится даже третья база, да? У Зерга я имею ввиду. Вот минус первая королева все-таки по итогу. Зерглинги абсолютно ничего, конечно, здесь не добьются. Именно поэтому карта Orbital Shipper считается настолько удачной для Тернов. По той простой причине, что здесь слишком тяжело зерглингами и королевами что-то придумать. Очень вольготно чувствуют себя риперы. Вот так вот спокойно перемещаясь между хайграундом и лоуграундом. И по-прежнему... Что вообще, ну дальше-то будет Рог делать? Окей, он выживает как-то. Он не отбивается, он выживает как-то сейчас. И что? Он до сих пор не убил ни одного рипера. Ноль потерь у Терна сейчас. Ноль. А у Зерга уже квадриллион. То есть, да, конечно, там Рог номинальный впереди парабам. У него две раскачанные базы. Но я так понимаю, он просто в два хатмута идет. То есть, он реально до вылета муталисков не сможет поставить третью базу. Это вообще как? Это нормально так играть? Ну потому что, как он их поставит, когда там столько риперов? Одними зергингами? А, ну если Тейджа завтыкает, то может быть. Да, Тейджа завтыкал, действительно. Ну что ж. Могло быть все намного хуже сейчас для Рога. Потому что только что Тейджа завтыкал и позволил риперов окружить. Если бы он стоял где-то там возле стенки, или своевременно отреагировал бы, разбросал бомбочки, конечно, этого окружения никогда бы не произошло. Но все равно я очень далек от мысли, что у Рога все в порядке. Очень далек. Как по мне, он, ну, немножко, может быть, исправил свою ситуацию, но она по-прежнему такая, мягко говоря, средняя паршивость. Посмотрите, что тут вообще Тейджа вытворяет своими риперами. Что можно позволить себе на этой карте, когда вы соперника не троучили? Это жуть. Просто какой-то реальный кошмар для Зерга. Пытается пробить камни сейчас Рог. И у него уже заказываются муталиски, но вот в чем беда. У Терна-то мало того, что уже готова третья паза одновременно с Зерговским таймингом, так еще и он уже идет в атаку. У него тут два медивака, Марики со стимпаком. И я так понимаю, что сейчас попытается прямо вот так вот на крип уже смело заходить Терна. Ну и посмотрим, насколько Рог отобьется от самой первой серьезной атаки Тейджи. С муталисками, с королевами тут совсем на свете он может убиваться со всем, что у него есть. Вопрос в том, достаточно ли того, что у него есть. По-моему, нет. А почему? Потому что у него экономики не было все это время, потому что он от риперов страдал. Ну, конечно, Рог тут как-то сейчас отковылялся, там еле-еле, там с большими потерями и проблемами. Но какие у него перспективы-то? По-прежнему ноль технологий, Бейлинг Несс даже не заказан. Да не, ну это фигня все. Конечно, сейчас Тейджи просто соперника добьет без аута. Я не очень понимаю, как бы... Человек не вычеркивает карту Orbital Shippard, и на карте Orbital Shippard он... Играет без Роуча Ворона, ставит третью базу там только благодаря ошибке соперника, ну и то, черт знает когда. И... Считаю, что все в порядке, видимо. Ну окей, ладно. В целом, опять же, ну, наверное, тут все-таки какие-то ауты остаются у Рога, просто благодаря тому, что он тогда все-таки сумел третью базу поставить, и сейчас у него три локации работают, то есть экономика хотя бы не слишком отстает от экономики Терна. Но... Это шансы чисто гипотетические, и... Сейчас для того, чтобы Тейджи проиграл, ну... Нужно будет Терна довольно сильно ошибиться в каком-то моменте. Вот, например, пропустить залет муталисков к себе на Натурал. Я не знаю. Отдаться на Бейлингах, не расплититься толком, или еще что-то в этом духе. Не знаю, в общем. Нужна серьезная ошибка. Допустит его Тейджи или нет, не знаю, посмотрим. Тейджи тоже не образец надежности. Вот, сейчас, видите, у него три лена Мэйни нет, уже минус четыре раба, уже хлеб. От либератора в муталиске спокойно уходит. В это время очередной выход от Терна. Ой, что-то там у Тейджи все на муве непонятно, куда идет. Марики отдельно, митюваки отдельно. Ну, вроде подсобрался сейчас терн команды Ликвид. Здесь муталисков неплохо встретил мариками и либераторами. Ну, а тут понятно, да, Бейнами без мувы тяжело довольно драться. Тем не менее, Тейджи ничего тут толком не расплетел. По-моему, не пытался. Либераторы думают им раскладываться или драться против муты. Это, да, известная дилемма ТВЗ, которую сегодня Джорни, как мы помним, довольно интересно решал. И решал в пользу раскладки либераторов. Ну, вот сейчас из режима раскладки вышел терн. Да, он предпочитает подраться против муты и очень хорошо муталисков встречает. Сейчас, по-моему, уже и разложиться можно, потому что муты мало, она пробитая. Ну, тут Рок буквально пара юнитов пытается что-то придумать, но ничего не получается. ГГ, да, вот так, 1-0. Я ничего не понял. То есть, на что вообще надеялся глобально в этом сете Рок? Тут то, что у него все безнадежно плохо, стало ясно еще на этапе, когда он не поставил Роуч Ворон против риперов. Потом, да, потом ошибочка была у Тейджа. Он позволил окружить риперов зерлингами и таким образом дал сопернику поставить третью несколько раньше, чем должен был бы. Но все равно с таким запасом он в итоге, с таким запасом он отбился, что я даже не знаю. Ну, как отбился, в смысле победил с большим запасом. Окей, ладно. На карте Даск Тауэрс, в принципе, Рок уже может играть как хочет. Может с Роуч Вороном, может без Роуч Ворона. Потому что на этой карте ему будет намного удобнее против синего Терана. Тим Ликвид Тейджи, который появился справа сверху. Даск Тауэрс. Тейджи может быть очень доволен собой, особенно доволен своим соперником по итогам предыдущего сета. Слева внизу на Даск Тауэрс у нас... Джинэйр Грин Винс, Рок. Да, именно он. Джинэйр Рок. И Рок снова что ли играет? Бил через газ до пула до хэтчери на этой карте. Да что ж он делает-то? Что вообще? Я ничего не понимаю сегодня. Реально, ничего не понимаю. В действиях Рока, вот просто от начала этого игрового дня до конца, вот... Почему он так играет? Ну, вроде все нелогично. На первой карте, на карте, где очень маленький Rush Distance, вместо Роучи Реведжера он выбирает Мута Линга Бэйна. Ну ладно, в целом ненаказуемо. Первая игра, в принципе, была, наверное, лучшая сегодня для Рока. Потом во втором сете против Джорни на Даск Тауэрс он играл Роучи Реведжера, и его задропали в хлам. Что абсолютно неудивительно, потому что, опять же, на этой карте... Само собой, что очень тяжело отбиваться от дропов. Затем он не вычеркивает Orbital Shippert, умирает почти на этой карте от рейперов, ну и потом его добивают пехоты, и он все это время не ставит Роучи Ворона. Сейчас, вторая игра сегодня на Даск Тауэрс, и снова какой-то непонятный сейфмод через газ до пула. В чем его резон? Это какие-то супермайндгеймсы, что ли, которые мне не дано понять, как и, наверное, всем не дано понять. Или что? Что вообще? В чем план? В чем логика? На этой карте-то никто рейперов не обузит! Это не я такой умный, это всем известно. И на этой карте-то как раз бессмысленно играть в быстрый газ до пула, бессмысленно лишать себя преимущества по экономике. Что, надежда на то, что он сейчас прибежит и съест реактор? Да я вас умоляю. Не знаю. Я реально, я просто ничего вообще не понимаю сегодня. Для меня это очень дискомфортная ситуация, потому что я привык понимать мотивацию любого выбранного корейцами билдордера. Сегодня вот все все делают логично, а Рог в каком-то своем Старкрафте живет. И пока, ладно бы он побеждал, мы бы с вами могли поломать голову над тем, почему это работает, вот над тем, почему у него такие интересные эффективные билды. Так он уже 0.3 сегодня льет и беспросветная просто ситуация какая-то для Рога. Пока беспросветная. Вот серьезно, опять смотрите, получил он ранний мув зердлингом. И че? И вот на кой хрен ему нужен этот ранний мув? Вот просто зачем? Что он им сейчас делает на карте Dusk Towers? Где нет риперов? Где теран просто наверху перекрылся и сидит? За чем? 0. 0 мотивации, 0 причины делать мув зердлингом на этой стадии игры. Вот просто 0.0. То есть просто человек сам у себя забрал кусок экономики. Абсолютно не ради чего. Еще опять же на Orbital Shipper получить быстрый мув, ну это тоже на мой взгляд неудачное решение, но хотя бы там против риперов это будет логично. Если там не 3 барака, то действительно мув поможет. Именно максимально быстро, еще и королева будет пораньше. Но учитывая специфику карт, вот все наоборот надо было делать, все наоборот. На Orbital Shipper мув побыстрее и ручей побыстрее. А на Dusk Towers наоборот сидеть и макриться, потому что тебя никто не трогает. Окей, ладно. Принимаем билды Рога как данность, он сам себя загоняет в непростую ситуацию. Вот сейчас у него столько же рабочих, сколько у терна, вместо того, чтобы там иметь плюс 10, который на этой стадии уже вполне могут зерги над тернами иметь. Вот эта баньша, она, ну как бы в теории, да, в теории Старкрафта нужна для того, чтобы наносить сопернику урон по экономике и выравнивать экономику. Потому что без баньши, без серьезного харасса, конечно, зерк по рабочим вперед выйдет довольно быстро. Вместо этого баньша, даже если ничего не убьет, терн будет чувствовать себя комфортно, мне кажется, потому что... Ну как, терн-то в принципе не знает всего, чего знаем мы, но терн, по крайней мере, волен чувствовать себя вполне комфортно, учитывая прочие обстоятельства. Баньшой пока вообще ничего не добился Тейджа, и буквально в последнее мгновение он успел уйти в невидимость. Ну сейчас попробую тут чего-нибудь понарезать, но ему нужно быть очень осторожным, потому что кругом споровые колонии, правда споровые колонии вот нет на третьей базе, но об этом Тейджа не знает, у него там реально пара хитпоинтов буквально у баньши, поэтому ему нужно ретироваться. Вот здесь баньша прилетает прямо под спору, какой-то микроконтроль не идеальный, откровенно говоря, сейчас у терна, но в принципе... Опять же, то, о чем я говорил, тут уже и не нужен идеальный микроконтроль для того, чтобы ситуация в игре у Тейджа была хорошая, вот в чем парадокс, и это благодаря решениям Рога. Три базы в три сейчас идет игра, у Тейджа идеально раскачаны первые две базы, он насыщает третью, по Робам наконец-то Рог сумел выйти вперед, уже сейчас, но все равно немножко корректирует как раз баньши в итоге это соотношение, упс! Споровая колония весьма забавным образом закопанная, сумела одну из баньшей править в Асфояси, и снова быстрый Инфестейшн Пит, да, Рог играет точно так же, как он играл в прошлый раз на Даск Тауэрс, то есть он снова идет в Роучи Ревейджеров, сейчас еще немного зергингов добавляю для уверенной обороны. А Тейджа готовит свой первый выход с апгрейдами 1-1, с тимпаком и щитами, цель которого не дать сопернику поставить четвертую. Ну, сейчас вопрос этой игры во многом, исхода этой игры во многом упирается в то, сможет ли Тейджа дропать так же здорово, как дропал Джорни. Если да, то... Ну, наверное, ничего не изменится, и Рог просто снова проиграет 0-2. Если все-таки дропы Тейджа не получатся такими же успешными, ну, тогда у Рога будут неплохие шансы все-таки, потому что в целом, если он доживет там до каких-нибудь слонов, с апгрейдом на армор, даже с поздней четвертой базой, он сможет оказать сопротивление как минимум. Вот, но пока Тейджа удовлетворяется тем, что у соперника нет четвертой базы, и я его прекрасно понимаю, действительно, для Терна в таком положении, когда соперник идет в роуче ревейджера инфесторов, отсутствие у Зерга четвертой, игра 3-3, это очень круто. Сейчас попытка как раз с королевами, с ревейджерами выйти на новую локацию, в это время там дропы от Тейджа, и другие два медивака должны именно сюда прилетать, должны именно прилетать в сторону четвертой и отменять ее сейчас у Тейджа. Упс, прилетел Аверсир, до свидания, Банша. Нет, Тейджа, смотрите, просто копит войска дома, и он, видимо, готовится к какому-то мощному выходу в лов, раз он не дропает. Видите, Тейджа, то ли ему, то ли он понимает, что у него недостаточно мультитаска сейчас для активных дропов по всем направлениям, то ли еще какие-то есть резоны, но вот он предпочитает далеко не так активно дропать, как Джорни, он дает Рогу намного больше свободы. Хотя, все равно скажу вам по секрету, равный лимит для роучей ревейджеров это провальная ситуация в ТВЗ. То есть у Рога по-прежнему все не очень здорово, тем более там у Тейджа еще и дикое количество ресурсов копится. Пытается сейчас с либераторами Тейджа соперника похарасить и одновременно с Харасом-либераторами пойти вперед. Что ж, интересная идея, но не менее интересная идея у Рога с контратакой, которую он нам пока не показывает, а она уже там ворвалась на третью базу, там уже пошла жара, да, вот, пожалуйста. Та самая контратака, правда, пока Рог занимается вообще не тем, чем нужно, рабочих не убивает. И по итогу забрал он ничего Рога, да, максимум одного рабочего. Ну а в это время здесь наконец-то Рог сумел принять соперника в лоб очень удачно с Микозами. Тейджа приходит в такой до ультралисковый тайминг, но пока он не очень получается у Терна изликует. Апгрейды 2-2 вот готовы сейчас у Тейджа, возможно, это хороший момент для того, чтобы перейти в атаку. Смала Тейджа четвертая готова, как и у Зерга. Ну, у Зерга-то главное, опять же, до слонов дожить, и он почти дожил. Сейчас апгрейды 2-1 будут на слонов, затем и уникальный апгрейд доделается. Вот как только слоны появятся, то они, конечно же, могут позволить Рогу победить в этой игре. До слонов пока у него все не очень здорово. Либератор тут снова прилетел, но по периметру спорки, поэтому у Либератора ничего не получается, и он медленно умирает на справой колонии. И Тейджа не спешит идти вперед, не форсирует события, аккуратно чистит крип раз за разом. Но он уже видит, что там слоны, поэтому конкретно сейчас спешить некуда. Сейчас просто строятся госты, и Тейджа спокойно уходит. Удовлетворившись достигнутым, дома ставят пятый командный центр. Вот здесь Тейджа собирается переходить в жесткое макро. Что ж, Рога стоит поздравить с тем, что он дожил до лейтгейма, и поздравить с тем, что Тейджа, видимо, не считает себя таким дропателем 666, который был бы в состоянии и дропы хорошие организовать, и параллельно не просесть по мультитаску. То есть это играть так, как Джорни Тейджа не смог. Так, констатируем этот момент, видимо, Джорни очень хороший в плане мультитаска, очень хороший в плане дропов, и Тейджа очень трезво оценивает свои силы, скажем так, в сравнении с предыдущим нашим конкурсантом игроком в карте Dusk Towers в матче 5WZ. Дабл дроп на мейн вот сейчас пошел, но дропать в одно место недостаточно для того, чтобы в такой ситуации добиться чего-то весомого, особенно когда уже слоны на карте. Вот видите, что Рог делает? Помните, что я вам рассказывал, да? Рог просто сейчас берет и оставляет одного слона на мейне, понимая, что даже с дабл дропом абсолютно спокойно этот слон справится. При этом, посмотрите, как по старинке играет Тейджа, он не перевозит почему-то танки в разложенном режиме, он их раскладывает. Раскладывает, как во времена Ходса и Вола. Интересно. У Рога тем временем делается апгрейд на мув бейном, я объясню против чего это, может показаться, что это как-то слишком поздно и нелогично, это против гастов. Гасты тоже лайф-юниты, по ним тоже есть бонус у бейнингов, и так как гасты чаще всего в одном бинде путешествуют такой плотной группой, то терны не очень любят их сплитить по понятным причинам, то как раз бейнинги с мувом являются неплохим ответом. Ой-ой-ой, это что такое? Гасты внезапно пришли сюда под прикрытием своей собственной невидимости, а версира под носом у зерга не было, и зерга просто инфестора в парочку отдал на ровном месте, очень хорошо начинает это сражение Тейджа, все слоны уже уничтожены, инфесторы были уничтожены заранее, ну и Рога еще и напоследок так сильно ошибается. Да. Слона надо брать того, который на мэйни дежурит. Не факт, что он поможет, конечно, но хотя бы какие-то шансы были бы в сражении. Без слонов тут вообще ловить нечего, танки раскладываются, либераторы уже разложились, и вот так вот пехотой просто заканчивает Тейджа эту игру в свою пользу. 2-0, и я крайне разочарован уровнем игры Рога в сегодняшних поединках, по-моему, он и близко не показал всего, на что способен. Рога занимает последнее место в этом квартете, а Тейджа выходит в Десайдер, где в битве за второе место он сразится с Samsung Galaxy Journey. Продолжение следует...